Добрый вечер, дорогие друзья! Пожалуйста, дайте уже, Марина, спасибо. Как слышно меня остальным? Всем слышно? Спасибо, 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 друзья. Я звук и запись включил, можно начинать. Я рад вас приветствовать на очередном вебинаре. Сегодня у нас будет несколько, ну, тема какая-то будет. Капитализация, IPO и благополучие инвесторов Skyway. Я заголовок уже заглавил. И мы сегодня поговорим о таких вещах, как IPO, что ожидать, когда ожидать. Немножко поговорим по вопросам, которые мне задавали. Которые мне задавали, я той, что вернулся сегодня ночью из Финляндии. Там собралась группа инвесторов. Вот мне там целый вечер молодые люди выкручивали, в хорошем смысле этого слова, выкручивали руки. Их вопросы были, много интересных вопросов. Некоторые из них я, как бы, озвучу здесь и перед вами, потому что, ну, полезно такие вещи знать. И это расширяет только наше, как бы, представление о том, чем мы занимаемся. Снимает какие-то напряжения и вопросы наши. Вот. И, в принципе, все вчера остались довольны. Разошлись с уверенностью, что они будут привлекать еще людей. Вот. И это дело стоящее. Вот. Итак, дорогие друзья, значит, смотрите, что важно на сегодняшний день. Я бы взял таким образом сегодня нашу тему разговора, что некоторые новости информация. Но, понимаете, обычно новости это то, что произошло в Skyway, где произошло, что произойдет из этой серии. Я только вам скажу такие новости, которые уже давно не новости. Просто обращу ваше внимание на информацию. И эта информация следующая. С 8 и 9 апреля состоится форум в Париже. Вот. К нему там будет достаточно интересная программа. Вы с ней могли, наверное, уже ознакомиться. Я сам, извиняюсь, еще не смотрел в личном кабинете. Но полагаю, что она уже там есть. Вот. Второе, что очень важно, скорее всего, до конца месяца или в первых числах апреля будет телемост. Но на эту тему будет еще дополнительная информация. Четко еще не определено, какую информацию туда выдавать, какую не выдавать, и кто там сможет выступить. Вот. Это идет подготовка. Но телемост будет, по всей вероятности, в ближайшее время. Вот. И одним из пунктов, который там будет освещен, это подготовка и участие в экофесте, который пройдет 1 июля в Марьиной горке. И впоследствии за ним будет еще и мероприятие, скажем, форум SkyWay Capital инвесторов. Но это будет отдельно, то есть, как говорится, котлеты отдельно, мухи отдельно, или котлеты отдельно, или картошка отдельно, если так можно сказать. Таким образом, для нас, кроме такой нашей текущей рабочей информации, очень важно знать и ориентироваться в том, что вообще, ну, как, что происходит в мире. Для кого-то это новости, для кого-то это новости, для кого-то это просто информация, пропущенная через мою призму, и я постараюсь ее для вас довести. Я считаю, и думаю, что я не сильно ошибаюсь, что понимать то, где мы находимся, значит, какие процессы сейчас в мире происходят, нам очень важно. Их нужно адаптировать для себя и найти, то есть, это считать как вехами, и найти, как вот в этом бурлящем мировом потоке, мировом море или в мировом океане ориентироваться, куда направить свое судно, себя лично, свою семью, своих близких. Но, естественно, как инвестору ориентироваться на это. Важно то, что где-то об этом говорят, где-то не говорят. Кто-то говорит о том, что все, надо сосредоточиться и скорректироваться на терактах. Кто-то говорит, что нет, надо вообще, значит, на экономике. Кто-то еще что-то говорит. Но факт то, что ноги растут из глобализации, и она вошла в кризисную фазу. Это проявляется, как мы уже говорили, и в разных других сферах нашей жизни. Но, значит, самое важное то, что глобализация, она себя исчерпала. Потому что многие, ну, даже ученые, многие политики, многие, или определенные люди, не многие, а целый ряд различных, считают и считали, что глобализация – это фаза развития капитализма. Но, к сожалению, или к счастью, это не так. Это просто этап мирового развития глобализации. В чем она проявляется? Ну, в первую очередь, глобализация проявилась в том, что межконтинентальные торговые связи развились. Получил большую поддержку, значит, мировая торговля и ВТО, Всемирная торговая организация. Вот, то, что Соединенные Штаты Америки очень сильно проталкивать стали свою трансатлантическую, транснациональную торговлю. Стали навязывать много чего. Вот, и это очень сильно повлияло на то, что мировая экономика, финансовая система выходила, выходила, выходила. И в конечном итоге сейчас вышла в такую, как бы, высшую точку кризисной фазы состояния. И поэтому сегодня много знаков на то или о том, что начатся движение реглобализации. Кто-то спросит, ну, хорошо, это, может быть, общие слова масло тут говорит. Нет. Я лично считаю, что одним из проявлений реглобализации стало то, что произошло с выборами президента Америки. То есть, фактически выиграл кандидат, который очень четко показал, что давайте, друзья, сконцентрируемся на том, что происходит в нашей стране. Не, значит, не вкладывая и не усиляя то, что весь мир очень важно зависит от Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, давайте разберемся, что происходит у нас в собственном огороде, в нашей собственной стране, как живут наши люди, какие взаимоотношения и какие у нас проблемы. Да, конечно, Марина. Наш проект является одним из элементов, мы позже скажем об этом и будем говорить, и определимся, как он влияет на процесс реглобализации. Хотя бы, хотя казалось бы. Вроде бы восстановил голос, что-то он похрипывает. Весна, с военного времени, когда я служил в армии, скажу такое лирическое отступление, я оказался в школе сержантов. После окончания полугодовой школы меня оставили заместителем командира взвода и старшиной роты в этом учебном заведении. И приходилось много выступать на плацу. На плацу одновременно было до тысячи человек, и вот каждый командир или замком взвода обязан был командовать своим взводом. А это обычно наборы были весной или осенью, когда на плацу температура 4-5 градусов, в лучшем случае, если не минус. А ты в гимнастерке там выступаешь, но голос должен был бы не дрожать. И вот каждую весну и каждую осень у меня бывают некоторые сдвиги по голосовых связках. Но это так, просто информация для отклонения маленького. Поэтому начато именно движение на реглобализацию. Одним из них является то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Это процессы, которые происходят сейчас и в Европе. Это то, что произошло в Объединенном Королевстве в Англии. Выход ее из Brexit, выход из Евросоюза. Этот процесс на завершающей неделе, не живущей, а растающей, а на определенной стадии. И еще очень много чего. Но тем не менее процесс идет. Идет формирование. Многие умы именно сосредоточились на том, чтобы выработать и сформировать философию спасения и преобразования планеты. Это очень серьезная тема. Здесь уже некогда лукавствовать или мудрствует лукаво. И сейчас идет мощный такой посыл, где приложены усилия для того, чтобы упрощенно, очень просто, толково изложить философию и принципы спасения и преобразования. Об этом мы еще будем говорить, когда это надо будет. И нам здесь важно сегодня, не вдаваясь в подробности, обозначить, что сейчас происходит. Это некоторые новости. Для кого-то, может быть, и не новости. Следующее, это сосредоточение на решение внутренних вопросов, но с планетарной позиции. Видите, в той же самой Америке, Америка, та же самая Индия, та же самая Китай, то же самая Бразилия, то же самое целый ряд стран евразийского континента. Они очень сильно сконцентрированы на внутренних вопросах. Но вопрос в том, понимают ли они и готовы ли они на это смотреть с планетарной позиции. Здесь есть одно но. Понимаете, одно дело, когда я смотрю внутрь своей страны или государство рассматривает, политики рассматривают свое государство, смотрят, как сделать так, чтобы люди зажили в своем государстве. Пошел хрип, 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 да. Так, а как сейчас? Это у меня голос хрипит. Друзья. Как сейчас? Как сейчас слышно мой голос? Сейчас опять лучше стало. Вот это, скорее всего, здесь барахлит. Нет, нормально, должен быть интернет тоже. Вот видите, нормально, спасибо, друзья. Видите, интернет тоже не выдерживает глобализации. Значит, это и не шутка, а это факт. И это одно из проявлений того, что нужно скайвей, нужны трассы, нужна инфраструктура, по которой прокладывать световолоконные кабели, ибо та структура интернета, та его техническая составляющая, как он сделан сейчас, не уже не выдерживает и не ведет, не может обслуживать те потребности, которые возникли в мире. И это факт. Кто-то, может быть, знает, кто-то не знает, сообщу, что уже разработано более пяти, а кто-то говорит, десяти лет назад концепция интернета нового поколения. Но его введение все время как бы отодвигается, 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 и стоит за тем, чтобы ввести новые как бы средства передачи информации. Догадываетесь? Да, световолоконные кабели. Другого пока решения более маломальски как бы осуществленного нету. Да, теплое молоко с медом для голоса очень хорошая вещь, абсолютно. И мне, кстати, этот рецепт Марина нравится. Поэтому сосредоточиться на решении внутренних вопросов, но с планетарной позиции. Что значит с планетарной позиции? Это значит, что не ставить во главу угла только свои внутренние интересы, но в первую очередь критерием является, как это повлияет на планетарную составляющую, как это повлияет на то, что происходит в мире, как это повлияет на других. Не благополучие своей страны, не благополучие своих граждан в первую, а в первую очередь, каково благополучие состояния планеты. И это очень важный, это очень важный критерий, и он все больше и больше входит в использование. Факт, что время и энергия просто геометрической прогрессии становится все важнее и все ценнее. И тут, видите, Скайвей написано здесь в этой строке, да, здесь хорошо видно, вот она строка. Время и энергия повышаются в цене. Скайвей, Скайвей еще больше, и его задача как раз, чтобы обслуживать экономию и обслуживать ценность времени. Понятно, да, передвижение всего материального, в том числе и наше бренное тело, чтобы его передвигать быстрее из точки А в точку Б. Вот, более оперативно, более комфортно, с меньшими затратами для окружающего мира, для человека и для общества. Вот, а это значит, что, второе, это энергия. Я не исключаю, что единица измерения взаимоотношений экономических в будущем может стать энергией. Единица энергии, например, один киловатт, мегаватт энергии, сколько затрачено? Потому что на любое дело единица измерения, всеобщей единицей могла бы быть единица расходования энергии. Поэтому, чтобы скайвей ввести с одной стороны, и чтобы его начинать использовать все больше и больше, чтобы обеспечить именно ценность использования времени и повышения энергии, надо меняться, социальное бытие должно меняться. Но это, в свою очередь, и время, и энергия, и его повышение в цене меняет социальное бытие. Как это, что это, будем говорить об этом в ближайшее время. Первое, это то, что вертикальные иерархии должны уступить место горизонтальным кластерным связям. Это не значит, что иерархия связи, там, правительство должна в одночасье, как бы, снизу вверх или сверху вниз смениться, и какие-то аморфные сообщества должны управлять миром. Нет, но очень важно то, что роли будут распределяться, и властные структуры, иерархические властные структуры на уровне государств, на уровне компаний, на уровне межкомпаний, на уровне концернов, мировых корпораций. С одной стороны, они будут рационализироваться, но с другой стороны, начинают уступать больше и больше места горизонтальным кластерным связям. Что такое кластерная связь? Кластер это как гроздь или как бы, ну да, как виноградная гроздь. Вот самое лучшее сравнение, которое я встречал в описаниях, это виноградная гроздь, в которой каждая ягода имеет или взаимодополняет другую, и все они вместе, вот эта гроздь или это сообщество, или это, как бы, кластерное формирование, оно не что иное, чем каждая ягода по отдельности. Она гроздь, и гроздь выполняет, или же это сообщество, выполняет уже значительно другую роль. То есть здесь играет функция синергии, и все элементы, все ягоды этого, все этого, этой гроздь, они взаимно дополняют друг друга, и тем самым качество уже, которым обладает эта гроздь или кластер, оно совсем другое, нежели были бы отдельно функционировали каждая из ягод этого кластера, или каждый из элементов членов этого кластера, причем там не должна быть никакая юридическая, или, скажем, извиняюсь, не юридическая, а имущественной связи, это не обязательно. Важно договоренности, следование одним принципам, исследование общим целям и задачам, и выполнение общих задач. В каком, Анатолий, в каком плане изменятся? Ну вот я поясняю сейчас. Во главу угла выходят планетарные приоритеты, естественно. Об этом мы еще будем говорить. Как вы догадываетесь, это все вот то, о чем я вам говорю, это влияние этой книги. К сожалению, я вам не могу ее показать, потому что видео не работает. Это так называемый планетарный проект, который я прорабатываю. И все больше и больше убеждаюсь, что это одно из видений, это монография написана ученым, да? И это все больше и больше убеждаюсь, что это то, о чем уже думают, и что разработано группой, большой группой людей со всего мира. Поэтому это не пустые слова, когда я говорю, что идет изменение, что люди над этим думают, многие умы и так далее. Планетарные приоритеты, а не какого-то государства отдельные приоритеты. Это понятно. И поэтому все те старые модели начинают потихонечку отмирать. И это так. Шестой технологический уклад не минуем. Но, дорогие друзья, я должен вас предупредить. Я в этом сам убедился и буду вам об этом тоже говорить в дальнейшем еще. Но он и опасен без изменения человека. Человек не изменится. Это вы знаете, как все равно, как... Ну вот ладно, я самый такой простой пример предупредил. Как будто дать вроде бы воспитанной обезьяне дать гранату. Тем не менее, ты не знаешь, куда она ее может кидануть и вытащить чеку в своем любопытстве и в своем незнании, что за этим будет следовать. У нее нет этого опыта. Таким же образом может получиться и так, что шестой технологический уклад, он привносит новые возможности, в том числе и Скайвей. Люди не изменились, и все пошло не туда. Хотели как лучше, а получилось еще хуже, чем всегда. Надо, чтобы хотели как лучше, а получилось бы лучше, чем всегда. Поэтому здесь надо очень сильно над этим думать. А можно сидеть и мудрствовать лукаво, разумничать тут и говорить, что вот давайте будем ждать, когда мир изменится, когда нам будет хорошо жить. Ты готов изменяться? Ты, кто ты там есть? Я лично готов. Я над этим работаю и об этом говорил. Я задаю каждому из вас вопрос. Ты лично готов изменяться? Задай этот вопрос своему ближайшему окружению. И только тогда мы сможем идти дальше, дорогие друзья. Вы знаете, Анатолий, вы понимаете, что первично, дивиденды или же то, что вы изменяетесь. Если вы будете сидеть, вот это типа того, что вы знаете, вот придет понедельник, так и я брошу пить, или я брошу курить. Бросать надо сегодня курить, сегодня надо бросать пить, если вы это решили. Это точно так же и с изменением, что если вы сегодня не меняетесь, вы не можете измениться от того, что вы так щелкнули пальцами и решили, вот я начинаю измениться. А, вот мне на счет упала сумма. Во-первых, падение суммы на ваш счет зависит от того, изменились вы или нет, да. Вот, и оно вам будет, может быть, многим людям, это может быть испытание. Вы можете много примеров прочитать, услышать, а вы, вероятно, и слышали, что большая сумма на счету не сделала еще никого почти в мире, кто получил неожиданно, да, не сделала счастливым. К сожалению, это так, в 8 случаях из 10, этот закон Парета и здесь работает достаточно четко, почти 2 из 10 только выходят нормально, или как бы осваиваются, потому что остальные не готовы к этому, им упали. Ровно так, если вы будете сидеть ждать только дивиденды, все, приехали, да, получите, да, что-то будет, да, но там будут другие моменты. И это не тема нашего сегодняшнего вебинара, это моя реплика, или мой ответ на вашу реплику. Окружение можно, нужно будет менять, Евгений. Вы понимаете, что такое менять окружение? Это опять-таки из квантового понимания мира окружение меняется не каким-то, скажем, мановением волшебной палочки или волей, моей волей. Вот я сел, начал медитировать и меняю мир. Нет, я сел, медитирую и начинаю осмысливать, я начинаю представлять прекрасный, меняющийся, улучшающийся мир. В первую очередь надо взяться за себя. Я могу сидеть и быть как бы распространенным по всему прекрасному вокруг себя, а сам себя не улучшать. Ведь самое ценное, что есть в мире, это я сам. Каждый человек является проявлением высшего разума, если угодно Бога, вот, и самому надо к этому стремиться. Каждое изменение, каждая мысль, каждая благая мысль, каждая благая действия меняет мир, и мир становится сразу же другим. Это факт. Вселенная должна потратить энергию, а энергия берется только, вы скажете, да, да, по пути познания. Тоже правильно, Алексей из Омска. Абсолютно правильно, разные варианты, но суть практически за этим одна. Это вы как бы поясняете уже в следующий момент. Поэтому, дорогие друзья, очень важно, и это новости, я думаю, что это новости для вас ценные, прошу это так понимать. Поэтому, еще раз скажу, когда придут дивиденды, есть много сценариев, как минимум, минимум три. Это знаете, как в русской сказке, пришел человек на распутье, прямо, налево, направо. Вот, поэтому дивиденды пришли, у вас будет много решений. Вот, меняться, не меняться, но если вы сегодня не менялись, вы и тогда не изменитесь. И дай бог, чтобы вы не изменились в худшую сторону. Так, Коран. Поистине Аллах не меняет положение людей, пока они не изменятся. Да, правильно, ссора 13. Асанжан, да, абсолютно правильно. В Коране очень много, да, в любом Святом Писании очень много можно найти аналогичных подтверждений. И это так, и это говорит о том, что мы с вами говорим о правильных вещах. Вот. Так, дорогие друзья, идем дальше. И вот мы вышли с вами к измененной картинке. Видите, мы тоже меняемся. В прошлый раз мы говорили о том, что такое здоровье. Здоровье это является то, и говорили о здоровье с точки зрения, что да, вот придут дивиденды, я займусь своим физическим здоровьем, духовным здоровьем, тогда начну как бы оздоровляться. А пользоваться-то будешь ты уже, не будешь тогда, к сожалению, такой здоровый, каким бы ты мог быть, если ты этим сегодня занялся. А здоровье от чего зависит? Это физическое состояние, это духовное состояние, это материальное состояние. Тут вот ес ехало, да. Но я сюда добавил, готовясь к вашему встрече с вами еще, мышление и отношения. То есть это уже квантовое понимание мира привносит еще это. Это тоже есть здоровье. В первую очередь мое личное здоровье, и дальше идет здоровье уже моих близких, моей семьи, моего окружения, моего общества, той планеты Земля, где я сейчас живу. Вот. Используемый благ от проекции и жизнедеятельности зависит очень сильно от того, как я в этой сфере работаю. И теперь у меня к вам вопрос. Стоит ли Анатолий сегодня меняться? Я думаю, что стоит. И у каждого у нас есть что поделать в любой из этих сфер, чтобы стать здоровее, чтобы быть готовым получать жизненные блага в виде дивидендов. Даже хотя бы это. Мои основные действия во имя этого. Что надо делать? Меняться. Меняться, менять мышление, действия, отношения, действия. Тогда и материальное будет состояние еще до дивидендов меняться. Я вас уверяю, дорогие друзья. Мое физическое состояние будет очень сильно, может измениться, улучшиться. Я уже не говорю о духовном. Вот. И это как раз говорит о том, что задавшись вопросом, задавшись вопросом, понимая, что происходит в мире сегодня, да, я только тогда могу, и кто-то из вас или любой из вас может себе сказать, смотрите, какие есть у нас возможности. Это восклицательный знак. Это движение, питание, эмоции, это здесь развитие, это есть мое здоровье. Это использование. Я готовлюсь к тому, чтобы блага появились. Я содействую этому всем. И это все произойдет. Дай то Бог. И я, каждый из нас к этому должен стремиться. Теперь, значит, от такой как бы оздоровительно убедительной философии и тренировки, дорогие друзья, перейдем к некоторым вопросам и ответам на них. Что ближе к нашему телу и что ближе к нашему как бы материальному миру. Ну, это тоже для нас важно. Мы от этого никак не можем откричиваться. Значит, один интересный вопрос мне был задан. Существует фирма ООС «Трунный транспорт», и в ней 50 человек, тому подобное. Там мне целую тираду рассказали, что там умные экономисты в Финляндии накопали про это дело. Я говорю, пустая трата времени, дорогие друзья. Потому что, да, есть там компания, которая пыталась надуть и пытается еще сейчас, значит, объехать на Кривой Козе Анатолия Эдуардовича и всех нас с вами, на Кривой Козе. Вот до 2014 года стали вытеснять, вымывать, значит, оттуда Юницкого, команду Юницкого. Вымырали. Анатолий Эдуардович показывал эти фотографии, где он стоит под этим самым, под структурой на испытательном полигоне, человек совсем другой, не Анатолий Эдуардович Веницкий. А видно, что там рядом раньше Веницкий стоял, или кто-то стоял там рядом. И показывает вторую фотографию, вот он там стоит. То есть это вся та компания. Я даже не считаю необходимым, я так и сказал вчера, много энергии тратить на это. Я просто говорю, что это ерунда, что это люди, например, опять-таки, было мероприятие, был форум в Санкт-Петербурге, пришел человек с пачкой акций. Говорит, видите, здесь написано, значит, вот акции там с Skyway, вернее, с Трунной технологии, что вот я заплатил, получили. На что было сказано, что, дорогой друг, что вы пришли-то, да, к Skyway, но акции вам не Skyway Capital, не головная компания выдавала, а вы сами себе, или та компания, которая вам выписала когда-то там в 2013 году эти акции. Вот, и она пошла против всей этой технологии, стала ее, наоборот, гнобить. И только развиваться стала технология после того, как началось народное финансирование. На что, кстати, неоднократно Анатолий Веницкий говорил, что, да, те, кого обманули, явно, вплоть до того, что им будет компенсировано, допустим, настолько, вот понимаете, лояльно он относится к тем людям, которые, как бы, поверили в свое время в Skyway. Хотя эти средства в проект и не пришли. Вот, теперь по этому поводу я еще там кое-что объяснял, но вот здесь я вам хотел сказать следующее, что я уже сказал. Что будет дальше, когда закончатся залоговые акции EuroAzian Rail Skyway Systems Holding, или в данном случае даже уже кто-то меня поправит, скажет EuroAzian Rail Skyway Systems Holding 2, акционерное общество. Вы помните, что мы говорили, что этих акций у нас в работе, как в одном и в другом случае, по 60 миллиардов. Вот инвестиционный, как бы, задел под инвестиции, под получение инвестиций, да, залоговые акции. Но последствия, когда мы вам будем сегодня еще дальше говорить, еще раз я покажу, почему компания, головная компания, сейчас осуществила свое право, значит, остановить выдачу залоговых акций из Евразии Rail Skyway Systems Holding, у которого было. Там выдано 30 миллиардов минус одна акция на залог, и начат процесс сейчас вовлечения EuroAzian Rail Skyway Systems Holding 2, то есть вторые 15% привилегированных акций были вложены Global Transport Investment и Unitsky Corporation в создание этого акционерного общества. Оно абсолютно такое же, и выдаются под инвестиции, выдаются в залог эти, предлагаются эти акции. Их тоже 30 миллиардов минус одна акция, потому что головной компании надо сохранить за собой право принятия существенных решений, чтобы не, значит, не была нарушена стратегия бизнес-плана развития технологии и выведения ее через, или выведения акций на мировую биржу. Причем здесь возникает вопрос, значит, а какие акции будут выводиться на мировую биржу, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Вот, поэтому, что будет дальше, когда закончится, отвечая на вопрос, залоговые акции EuroAzian, то есть обоих компаний. Все может быть. На этом практически единственное, что закончится, может закончиться выдача акций, вот это так называемый, как бы головной компанией, или вернее акций, за которыми стоят акции головной компании. Вот. И таким образом, но это не значит, что не будет выдаваться, и не будут выпускаться акции различных проектов. Я не исключаю, что в той же Индии, в тех же самых арабских именоратах, в разных других адресных проектах, адресных направлениях, вполне вероятно, будут выпускаться уже другие акции, которые или будут связаны, или не будут. Тут сценарии разные могут быть с теми ценными акциями, с которыми связаны акции Евразия НРЭЛСКВСИСМСХОЛМИК, они связаны напрямую с корневой технологией. И это очень ценно, и это сейчас начинаешь понимать. И вот даже я для себя много откровений нашел, готовя, значит, к сегодняшней беседе с вами по отношению IPO. Тут начинают просматриваться многие такие интересные нюансы, о которых мы в той или иной степени сегодня поговорим. Поэтому ничего плохого не будет. Мне задали этот вопрос с точки зрения, что ну вот мы сейчас создаем тут свою структуру, у нас тут команда создалась, что мы дальше будем делать? Говорю, только развиваться, только развивайтесь, развивайте свои компетенции, развивайте свою структуру, и эта структура вам в любом случае уже это как ваш киоск, в котором вы булочки печете. Он только будет развиваться, не только вы его будете развивать, но еще плюс развитие самой технологии будет все больше и больше, так как и мы с вами уже заранее говорили, это дает ресурс, который является ресурсом предпринимательства. Поэтому ничего страшного в этом нет, что закончатся акции, привязанных к акциям корневой технологии или корневой компании. Ничего страшного не будет. Теперь расскажите подробнее о выходе или проведении, или подготовке IPO. Я, значит, еще раз вам сюда привел, что такое IPO. Что это значит? IPO. Это Initial Public Offering. Это, значит, так называемое, ну, по-разному там его говорят, это первое общественное, открытое публичное предложение акций. И вот тут возникают интересные нюансы, дорогие друзья, о которых мы позже поговорим. И, таким образом, я выхожу на ту площадку, где мы будем с вами говорить об IPO. Это для нас очень жизненно важно. Ведь даже, Алексей, тот вопрос, который вы задавали относительно дивидендов, он очень сильно зависит от того, когда, где и как, и правильно, от правильности выхода на IPO. Для того, чтобы об этом знать больше, а не просто фетишировать аббревиатурой IPO, или IPO, давайте поговорим о том, как это на нас повлияет, и что нам полезно знать из этой серии. Основное об IPO. Вот здесь есть у меня, скажем, формулировка, это сделанное впервые публичное предложение инвесторам стать акционерами компании. Вы знаете, о чем мне это говорит? Вот здесь явно, в этой формулировке, очень явно видно, что тут мы с вами, дорогие друзья, совсем ни при чем. IPO будет происходить вначале без нас с вами. Как это ни странно, вот, это предложение, предложение публично, предложение другим инвесторам, кроме нас, стать акционерами компании. Но, очень важно то, что за этим предложением стоит типа того, знаете, как с кенка. Друзья, объявляется предложение на инвестирование акции такой-то, такой-то компании, еще позже поговорим, какой компании, да, вот, и стоит компания, то есть мы вместе с головной компанией стоим по другую, по эту сторону черты, а за другой, за этой чертой, за биржей стоит мировое сообщество потенциальных инвесторов, которые могут стать, а могут не стать акционерами компании. И вот, как это на нас повлияет с вами? Первое влияние, это то, что если они рванутся с нижнего, с низкого старта, скупать те акции, которые будут выставлены первоначально на бирже, сделаны впервые публичные предложения, да, рванут за этим, да, очень сильно может зависеть, и будет зависеть, как бы, качество тех акций, которые мы с вами записали в свой портфель, каждый из нас, отдельно, и все мы с вами вместе. И мы будем смотреть, как идет это, этот процесс, и будем трепетно наблюдать, что происходит на мировой бирже. Позже мы поговорим, какой этот обычно период обозначается, зависит от бирж, но он четко есть. Те, кто имели, не имеют права ничего делать, пока там происходит таинство первых акционеров, но для этого надо подготовиться. Значит, это значит, что первое очень важное, это выбор схемы АПИО, как его делать. Второе, это выбор торговой площадки страны, выбор андеррайтера, ну, это такое иностранное слово, это так называемое слово, или человек, это компания, или группа компаний, которая начинает предлагать, значит, осуществлять точную оценку перспектив компании, нашей компании, которая будет выставляться. Это не обязательно будет Global Transport Investment. Вот я сейчас все больше и больше начинаю понимать, как бы это должно происходить, да, вот, и рыночных рисков, связанных с ее деятельностью, той компании, которая будет представляться на, через IPO, вот выходить на мировую биржу, да, с акциями. Это специфические риски, связанные с проведением сделок при IPO, там есть риски, да, как финансовые, так и юридические риски. Это все надо будет оценить. И главная цель вот этого андеррайтера, то есть, или, ну, его так называют в теории, это, чтобы проведение успешного IPO и результаты которого удовлетворили бы как самого имитанца, то есть, вот компании, которая будет выставлять свои акции, и за которыми мы с вами стоим, да, так и инвесторов, которые вот по ту сторону черты стоят и ждут, и, значит, присматриваются, хватать теперь эти, значит, акции или не хватать. Вот. Вот. Которые, и тогда они получат эти новые акции. И вот основные задачи этого, этого, этой компании андеррайтера, да, это выбор схемы, как я уже сказал, выбор схемы IPO, анализ имитента, то есть, анализ компании, которая выставляет свои акции, подготовка осуществления всех юридических процедур, а их, я даже нарыл здесь очень много, и это очень серьезные процедуры, это не так просто, что кто-то щелкнул двумя пальцами, и все произошло. Там очень много чего надо сделать. Привлечение инвесторов до того, как рванут эти, значит, мелкие инвесторы, привлечение серьезных инвесторов еще до того, когда будет открыто, когда, знаете, вот, значит, как кино, кадр пошел, да, до этого весь сценарий, все должно быть подготовлено, и поэтому должны быть привлечены инвесторы, и в зависимости от того, кто туда привлечен, как привлечен, это влияет на то, каково, успех будет нас, кто мы по эту сторону черты стоим, и определение цены предложения акций. Это один доллар, это полдоллара, это пять долларов, сколько эту цену надо определить. Конечно, хочется, чтобы не меньше одного доллара было бы, но к этому надо еще, до этого надо дожить, как говорила бабушка Сибирякова, и не только она. Так, что тут есть? Добрый вечер, с акциями Skyway я меняюсь с каждым... Да, Анатолий, отлично, это хорошая новость, и это даже не новость, это факт, спасибо, что вы все поделились, Груздил, я тоже, эмоции поднимают, поднимают дело. Конечно, эмоции очень важны, смотрите, эмоции, эмоциональное здоровье, от этого ваше зависит, и реальное здоровье начинает зависеть, понимаете? Поэтому, а, значит, что для этого надо? Для этого надо участвовать в семинарах, вебинарах, для этого надо постоянно развиваться, развивать свои компетенции, бывать чаще в личном кабинете, но это, дорогие друзья, не значит, что здесь надо ночевать, нужно равновесие. Вы понимаете ход моей мысли? У нас такие инвесторы привлекаются, или вы знаете, конечно, конечно, эта работа уже сейчас, а как вы думаете, что это за инвестор индийский штат? Это уже такой инвестор. Вы понимаете, если, если будет объявлено, оно будет объявлено, привлече инвестора, значит, правительства штата, то-то-то, такого-то, Индии, уже то-то, то-то сделало, ребят, уже половина дела сделана. Я так шучу, но большая часть сделана. Это же не какой-то там мелкий Иван Иванович, или же, даже если он миллиардер, да, это абсолютно разные весовые категории. Я уже не говорю об Объединенных Арабских Эмиратах, о королевской семье, которая, как БНО, она взяла на себя очень четкую, мощную ответственность между сообществом своей страны и того региона, где они находятся. Это же не так просто. Там тузы, там мировые тузы нефтяного и иного бизнеса. Поэтому это уже привлечение, это уже процесс привлечения. То, что мы с вами делаем, помогает этому. Но это еще не значит, что IPO подготовлено. Это только фрагмент, небольшая часть из туал большого произведения, с которым мы должны выйти на IPO, понимаете? Это очень непросто. Вот. Значит, да. Хорошо, идем дальше. Идем дальше, дорогие друзья. Время там бежит очень быстро. Что можно и нужно выводить на рынок в нашем случае? Вот возникает вопрос. Мы там говорили или еще не говорили о том, что нужна ли реструктуризация группы компаний. Специалисты, которые выводят компании на IPO, не исключают, что надо провести реструктуризацию. Поэтому я не случайно впереди там сказал, что выходит ли наше Global Transport Investment или же будет, может быть, создано этим Global Transport Investment будет создана некая объединяющая компания, которая будет выводиться, туда будут вложены еще. Ведь почему Юницкий и команда, основная команда, значит, вложили, так построили иерархию, что 400, во-первых, столько было капитала, да, возможность задекларировать, 400 миллиардов, но всего лишь только 15 плюс 15 или фактически в общей-то сумме меньше, сейчас только 30% из этого и только 15% из этого введено в оборот. Еще 85% свободно. Теперь встает вопрос, я бы даже, если сегодня мне сказали, слушай, давай-ка, я бы был бы владельцем этой компании, некой, допустим, такой же компании, давай глобал транспорт выводить, я бы сказал, нет, дорогие друзья, я эти акции не буду выводить на мировую биржу, я оставлю здесь, значит, пакет контрольный над технологией, над ноу-хау и создам, реструктуризирую эту глобал транспорт инвестмент таким образом, чтобы сохранить интересы всех акционеров, в первую очередь себя и тех, кто уже проинвестировали, в головную компанию, или в вернее в технологию, основную технологию, вот, и создам такую компанию, которую можно вывести на, или группу компаний, которые выводятся на мировую биржу, и это значит, что те, те акции, которые записаны в нашем портфеле, становятся значительно ценнее, чем те, которые, может быть, будут выводиться, я сегодня не буду вдаваться в подробности, это надо расчетно показывать, но я не исключаю, что мы по эту сторону, как я образно вам объяснял, черты, которые проводим вместе с головной компанией, первую стадию IPO, а собираем по ту сторону черты новых акционеров, инвесторов, извиняюсь, да, то мы будем иметь более качественные акции, и те будут сидеть и ждать, когда кто-то из нас туда выдаст свои акции, понятная моя мысль, да, вот, и они будут значительно ценнее, чем те, может быть, акции, я не исключаю, я этого раньше не думал, но сейчас готовюсь, у меня такая вот, такое предположение возникло, и я как думаю, что, дай бог, что я, я так думаю, что я не ошибаюсь, вот, это, значит, нужна ли, поэтому, кто помогает это делать, значит, помогут это сделать инвестиционный банк, юридическая фирма, как минимум, да, аудиторская фирма, пиар, пиар агентство, то есть пиар это, значит, презентационный или так называемый маркетинговый или же, значит, ну, продвигающий товар или, или вот эту идею компании, агентства, которая знает, как, как людям, ну, передавать информацию, чтобы они были заинтересованы в том товаре, который им предлагают, консультант или консультанты, вот, кто помогает, то есть разберемся, и я думаю, что головная компания четко разберется в этом, что и как сделать при реструктуризации, вот, и теперь подготовка компании к публичному статусу, что для этого надо сделать, вот, чтобы стать публичной, сейчас мы не публичная компания Global Transport, тем более не публичная компания Euro-Energed Aviesystem Scalding, ни первая, ни вторая, и не публичная компания, ни одна из групп и компаний вообще не является таковой, но для того, чтобы стать публичной, нужно подготовить due diligence эмитента, вот той компании, которая будет выводиться, если это не Global Transport, а если Global Transport Investment в каком-то легком, значит, изменении, то это эта компания, да, всестороннее объективное представление о компании, то есть описание, очень четко, то есть, как говорится, какая невеста выдается, или что из этого выдается, из этой семьи, выдается невеста из этой семьи, да, и вот теперь надо описать, что семья из себя представляет, и что представляет из себя невеста, чтобы ее оценить, Подготовка аудита финансовой отчетности относится к этому же. Здесь общее описание, детальное описание. Подготовка аудита финансовой отчетности должно быть прозрачной к тому времени и сейчас тоже. Тут есть вопросы. Для того, чтобы цена акций стала 1 доллар, рыночная капитализация компании должна быть нет. Нет, это не совсем так. Уже есть, хотя в принципе что-то здесь есть правильно, то что вы говорите, что она не обязательно 400 миллиардов. Все зависит от того, какова материализация тех инвестиций, которые уже проведены. Я приведу опять пример, простой пример с Экотехнопарком. Мы собираем и практически по проекту, если вы посмотрите в бизнес-плане, там написано, что это условно говоря 240 миллионов стоимость проекта, проектная стоимость создания Экотехнопарка. Реальная стоимость, реальная стоимость его будет, или себестоимость будет ниже, а реальная стоимость на рынке в разы больше или выше. И это есть, вот то, что выше, это есть капитализация. То, что выше себестоимости, это уже капитализация. Понятно, да? То есть капитализация это есть проявление, скажем, свойств, ценности того товара, о котором мы говорим. А товаром является, продуктом, дорогие друзья, у нас что является? Экотехнопарк, технология. Технология мертва без экотехнопарка. Она просто хорошее, красивое представление о том, как могло бы быть. Экотехнопарк тоже без технологии, это просто площадка с красивыми деревьями, с красивыми строениями и так далее. Но чтобы это все сделать, нужны были акции. И вот они все, трое вместе, создали продукт. Поэтому акции материализуются через реализацию технологии, которая возможна через экотехнопарк. А здесь еще дальше, нету этого, да? Но здесь объекты, так называемые, или от экотехнопарка, или от технологий, дальше еще будут. Объекты, это объекты капитализации, являются все строительные заказы, начиная от Австралии, заканчивая сегодня, заканчивая Московской надземкой, заканчивая Объединенными Арабскими Эмиратами, заканчивая еще массой других подготавливаемых проектов. Понятно, да? Вот это и есть капитализация, дорогие друзья. Вот. Теперь. В Индии сколько решили километрассы построить на первой стадии строительства? Небольшая. Не буду врать. Предполагать. Там небольшие трассы, там две. Два участка. Они будут оба сертификационные или пилотные. Один за другим будут вводиться, да? Между конкретными тремя населенными пунктами в этом штате. Вот. И плюс один экотехнопарк будет там строить. Технология. Так. У нас есть свой завод. Есть, да. Есть. У нас есть свой завод. Так. Стоп. Тут я прыгаю не туда-сюда. Так. Юридическая экспертиза, оценка технологической. А. Ну вот. Смотрите, значит, что очень важно еще то, что аудио-синансия, юридическая экспертиза бизнеса должна быть достоверна. Кто ее проводит? Очень достоверные. Которые компании мировые, мирового уровня, которым можно доверять, что они не накрутили, что их не подкупили, что им ценно их не имя. Ну, да. Pricewaterhouse, там, Deloitte & Tush и масса других еще есть, которые, ну, эти самые такие на слуху компании, да? Юридическая финансовая экспертиза. Оценка технологической кадрового потенциала. Ведь, понимаете, одно дело, что технология хорошая, но если кадров нет, друзья, а кадры решают все, говорил дедушка Сталин, да? Вот, то, опять-таки, технологии Метро 2, Экотехнопарк Мертвых и акции не расходятся, понимаете? То есть кадровый потенциал, оценка технологического потенциала, это, естественно, она уже проводилась неоднократно, но она будет еще проводиться уже привязана к конкретным объектам, пилотным проектам, целевым проектам, адресным проектам, да? Вот, это все будут оценки, четкая оценка по времени, по затратно, по, значит, эффективности, по различным критериям эффективности. Маркеткинный анализ деятельности компании и перспектив в том секторе экономики, где она действует. Ну, друзья, здесь очень много, что можно сделать, но это все нужно сделать, это все нужно сложить в красивое, правильное описание, чтобы те инвесторы, которые стоят по ту сторону, вот здесь вот, да, вот эти новые, инвесторам стать акционерами предложения, публичное предложение, да, они очень четко должны знать. И почему? Они-то уже на других условиях приходят, поэтому они будут дорогую цену за это платить. За что мы сегодня с вами пользуемся дисконтом. То есть это тоже, дорогие друзья, показывает о том, что это все не так просто. Идем быстро дальше, время наше подкатывается к концу. Так, информационное сопровождение очень важная часть. Мы можем сидеть, мы можем делать эту, не сидеть, извиняюсь, а крутиться как белки в колесе все, и инвесторы, и КБ, и в Индии, и в Арабских Эмириатах, и в Индонезии, и в Австралии, в Белоруссии, в России, где угодно, в Эстонии в том числе, но если нет информационного сопровождения, все мертво, акционеры не знают, весь мир не знает о том, какие мы хорошие. Подготовка информационного меморандума, то есть четкое описание, что предлагается, как свадьбу собираемся проводить, кого мы туда приглашаем, кто туда уже записались, помните, да, инвесторы. Вот, теперь очень важна подготовка competent public report, то есть компетентного публичного рапорта, подготовка инвестиционного меморандума. Мы об этом уже говорили, подготовка, когда два раза попала сюда. Значит, пиар-сопровождение, роуд-шоу, различные такие, как бы, массовые мероприятия, где делается полный, в хорошем смысле слова, стриптиз технологий, стриптиз возможностей и будущих благ. Взаимоотношения с инвесторами потенциальными, у этого тоже очень важно, потому что о том, а кто эти потенциальные или инвесторы, которые уже вошли, и плюс еще потенциальные будущие инвесторы. Вот, что у нас ценного и в чем следует еще горасти? Вот в этом во всем я уже по ходу кое-что сказал, вот сейчас не буду вдаваться в подробности. У нас есть уже много чего ценного. Во-первых, есть Австралия, есть Индия, есть Арабские Эмираты, есть другие подготавливаемые проекты, есть Экотехнопарк, это все есть. Но есть еще много чего сделать из того, о чем мы сейчас с вами говорили. Поэтому важно то, что в этом направлении мы двигаемся. Поэтому, значит, я хочу вам сказать одну новость, что вот существующие акционеры компании не могут продавать свои акции в течение определенного периода времени после объявления IPO. Обычно этот период где-то до 180 дней, это порядка полугода, да, так называемый lock-up, то есть закрытие привлекается. С одной стороны, это хорошо, и вот после этого можно, как вы там уже говорили, я не помню кто, что я хочу протестировать, что-то протестировать. Окей, сможете после этого сделать. До этого будет накапливаться потенциал, так называемый биржевой потенциал тех акций, которые будут туда выведены. А это для нас только благо. Ограничение на торговых акционерах существующим акционерам обуславливается нормативами требуемых, ну, на одних, на других, там, на рыночных, я уже говорил это вам, да. И вот теперь, сегодня мы с вами, дорогие друзья, заканчиваем, а здесь на следующий раз поговорим, что нужно изменить и наработать, так, и вот об этом мы с вами в следующий раз будем говорить. Сейчас только отвечу на вопросы, сейчас посмотрю, что здесь еще осталось. Вот тут еще много чего осталось, да. Окей, тогда пока здесь остановимся. Вот, и тут есть вопросы. Ваш прогноз, через сколько лет цена акции станет по номиналу? Вы знаете, Асанжан, что... Мой прогноз, ну, значит, за что купил, за то продал. Я думаю, что года через два, через два, это сегодня у нас семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый год. Будет она около номинала, даже думаю, что и выше. Но это мой прогноз, он зависит от того, как пойдут процессы. А мы потом там в конце завтра, извиняюсь, не завтра, в следующий раз еще будем говорить. Я внес целый ряд изменений еще в наш свот-анализ, что на процесс могут повлиять. Поэтому два-три года. Значит, ваш прогноз. Так, вы смотрели по финансовой пригодности, грамотности от Виктора. Там есть ответы на ваши вопросы. Ну да, Виктор тоже точно так же там рассуждает. Посмотреть. Так, спасибо. Обязательно посмотрю, что будет раньше. Ну, хорошо, да, может быть. Но уверенность – это хорошее дело. Это влияние на квантовый мир. Но надо смотреть, что и как дальше будет. Так, что у нас было? РТ приобретал акции в дизину? Не приобретал? Ну да, окей, Борис, да, приобретали. У меня было фунтов стерлинга. А после сияния компании они умножили на 100 долларов. Договор инвестирования, вы же проинвестировали уже. И прежним количеством нужно ли мне требовать? Нет. Договор не надо, Борис, менять ничего. Это пройденный этап. И у вас есть факт. Вы акционер компании. Понятно, да? Договор, он уже как бы является просто… Вам нужно было прийти к тому моменту, когда вы стали акционером и вас внесли в реестр. Если у вас все в реестре, то все окей. Если не в реестре, то вам надо еще посуетиться. Да, да, если ваши акции в новом количестве, если не в реестре акционера, то все в порядке. Вы акционер с этим количеством. Вас бы иначе туда никто не занес. Все правильно. Так, есть еще вопросы, дорогие друзья? Нету. Значит, мы сегодня… А, есть еще. Там сейчас посмотрим. Я уверен, что будет сразу при закрытии, сколько будет стоить акции, будет ли внутренняя биржа. Так, сразу при закрытии чего, сколько будет стоить акции. Они как стоили, их номинальная стоимость – один доллар, дорогие друзья. Вот и все. А только на бирже, что там закроется, закроется инвестиционная возможность. А это еще ничего не значит. Только при открытии, при выходе на внутреннюю биржу или на мировую внешнюю биржу можно будет стоимость. И мы уже впереди говорили, если вы внимательно слушали, от чего это будет зависеть. Внутренняя биржа по всей вероятности будет, вот, но когда, не берусь прогнозировать даже, не от меня сие зависит. Ну, думаю, что будет. И предположение свое высказывал, не раньше 10-го, 11-го этапа будет. Так, есть еще вопросы? Не вижу, не вижу больше вопросов. Благодарю вас, дорогие друзья, за то, что вы нашли время развиваться вместе, что вы меня стимулируете к этому. И желаю вам закончить сегодняшний день, эту неделю удачно. Весна идет во все, на всех парусах. Вот, и готовиться жить, развиваться дальше. Благополучия вам, доброго здоровья вам, вашим близким. Дай Бог вам счастья и вашим семьям. Все доброго, до встречи, дорогие друзья.